Всем привет! Сегодня я расскажу вам об одной очень простой испанской песне, которая мне в свое время очень помогла выучить кучу полезных слов. Она короткая, она простая, и в ней находятся именно те слова, без которых по-испански говорить практически невозможно. Самая-самая такая базовая лексика и базовая грамматика. Называется она quizás, 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 то есть может быть, может быть, может быть. Или же это слово произносится в латинской Америке как quizás. В Испании на Кастеяно, классическом испанском, это все-таки quizás. Похоже на английское th, вот этот звук zeta, zeta точнее. Итак, давайте посмотрим на текст этой испанской песни. Siempre que te pregunto. Siempre означает всегда. Всегда que te pregunto. Когда тебя спрашиваю. Pregunto происходит от глагола preguntar. Спрашивать. Que, что. Cuando, когда. Como, как. И означает и, так же как и в русском, просто пишется через why. И, donde, где. Ты всегда мне отвечаешь. Респондер, отвечать. Прегунтар, спрашивать. Респондер, отвечать. Вот там сразу пара полезных слов, видите, ну просто проще не бывает называется. Quizás, quizás, quizás. Может быть, может быть, может быть. И так, и, así, то есть, так, таким образом. Pasan los días. El día это день. Los días это дни. Los días, что делают? Pasan, то есть, проходят. И так проходят дни. По сути, это значит терять надежду. Дезesperando, это значит теряя надежду, что это дело я. И ты, то есть, я это я, ты это ты. И ты, 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 отвечая как бы. Ну, по-русски мы можем сказать просто, а ты, а ты отвечаешь. Quizás, quizás, quizás. И так, видим здесь уже первое слово. Preguntar, это спрашивать, задавать вопрос. Responder означает отвечать. И contestar тоже значит отвечать. В принципе, два слова более-менее равнозначных. Идем дальше. Estás perdiendo el tiempo. El tiempo означает время. Это слово мужского рода, видим перед ним артикль el. Estás perdiendo означает ты теряешь el tiempo, время. Это форма такого продолженного времени. Дословно по-английски мы бы сказали you're losing the time. You are losing. Вот это are losing, это есть estás perdiendo. Estás это форма вспомогательного глагола estar, означающего быть. По сути, как по-английски, формула здесь абсолютно такая же. То есть ты теряешь время, вот прямо сейчас. Pensando, pensando, думая, думая. То же самое слово ando у нас было. Desesperando, contestando, hablando, говоря, pensando, думая. Pensando происходит от глагола pensar, означающего думать. Por lo que más tú quieras. Por lo que tú quieras. Ну, как бы ради всего святого часто переводят. Или чего же еще больше ты хочешь. Por lo que, за то что, más. То есть больше. Tu quieras, ты хочешь. Quieras происходит от querer, означающего хотеть. Гоголл значит хотеть. Tu quieras, ты хочешь. Hasta cuando, дословно можно перевести как до, когда. Cuando означает когда. В смысле, сколько можно или до каких пор. Hasta cuando, hasta cuando. Así pasan los días, y yo desesperando. Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. И далее, в принципе, все повторяется. Последний куплет абсолютно идентичный тому, что я только что сказал. Видите, песня невероятно простая. Для тех, кто только начинает учить испанский, это самое оно. Рекомендую ее послушать очень-очень много раз. Вы из нее вынесете просто массу полезной лексики, которую обязательно услышите в разговорах на испанском. Мне, кстати, очень помогло во время моего путешествия, потому что слова, которые я здесь слышал, они просто вот на весь золото. Я не знаю, ни из какой книги вы такого лучше не выучите, чем из этой песни. Поэтому слушайте, наслаждайтесь испанской музыкой и помните, что вы уже очень скоро сможете с ее помощью заговорить на этом древнем прекрасном языке. Не забывайте оставлять свои комментарии и пожелания внизу под этим видео, под этими объяснениями. До встречи в новых уроках. С вами был Иван Бобров. Hasta la próxima.